И надо посмотреть, чтобы камера была там, где мне нужно. Сейчас разберемся немножко. Всем привет. Пока еще смотрю, почему у меня камера перекошена. Такое ощущение. Сейчас буду разбираться. Или штатив перекошенный. Или пол перекошенный. Секунду. Не обращайте внимания. Это я сейчас все проверяю. Так. Вот эта радость. Потом вот эта радость. Потом вот эта радость. Сколько у меня сирок волос. Так. Высоко. Опускаем. А так. Более-менее нормально. Ну что. Теоретически. Ага. Сейчас проверим, чтобы можно было. То есть мне, похоже, придется самому здесь включать. Так. Хорошо. Это я, значит, пропустил опцию. Вот телеграмм для прямого эфира и вещь, конечно, та еще. Сейчас вам скажу. В некоторых случаях далеко не всегда удобная. Но. То есть, то есть. С оружием прямой эфир на YouTube запрещен уже несколько лет. Там, кстати, у меня рабочий телефон звонит. А я на выпуске. Поэтому отвечать не собираюсь. Проверяем. В общем, если кто-то хочет заговорить, всегда можете поговорить. Сегодня просто обсуждение. Я не знаю, что все это или нет. Вообще, планирую сделать несколько видео из цикла сравнения двух вещей. Арка. Эту арку вы уже видели. На одной из самых простеньких. Простеньких, наверное, на данный момент. И калаша. По разным параметрам. И хочу одну вещь сказать. Вот эта вот вещь. Это КМС. С 7.32.39. Вообще, с аркой сравнивать ее или его. С моей точки зрения, может быть, необязательно стоит. Потому что это не совсем одно и то же. В основном из-за калибров. Так, я сейчас буду включать всем, кому могу возможность говорить. Если кто-то захочет задать вопрос. Здесь мы общаемся голосом. И на ты. Потому что это самый простой вариант. То есть, с одной стороны, да. Одна из самых знакомых вещей. Хоть это югославский. Точнее, застава. Это хорватский, по-моему, или сербский клаш. Но, более-менее, рабочая игрушка. Игрушки называю чисто по принципу приколов. Не потому, что оружие дается игрушкой. И да, это настоящий калаш. У меня нету игрушечных, макетных и так далее. Это КМС 70АБ. Десантный. АКМС. Ну, возвращаясь к теме. Калибр у него, как вы понимаете, 7,62х39. А это промежуточный калибр. Но не малокалиберный или малоимпульсный. Иногда называют промежуточный. И поэтому сравнивать... Здесь надо будет еще и калибр. А не только... Т.е. дополнение получается такое достаточно хуже. И, ради юмора, у меня есть фальш-патроны для него. Которые сделаны из настоящего патрона. Но в нем ни пороха, ни каппуля уже нет. Вот как он выглядит в прозрачном магазине. Кстати, магазин Павгановский. Старого поколения. Первого еще. Я ими практически не пользуюсь. По разным причинам. Одна из причин, потому что, видите, здесь все сплошной полимер. А я предпочитаю пользоваться там, где сталь. Хотя даже вот в таком... Вот это у нас уже американский магазинчик. Ее спал. Компания, которая уже тоже не существует. Хоть чуть-чуть. Есть другого. Но вот этим не жалко. Они дефтоп. Но вот звук... Вот если ради сравнения звук вставления магазина калаш на уровень лучше, чем звук вставления магазина... Временно брошу калаш в другую сторону, чтобы он мне не мешал. Вот. То есть вот та самая арка, да? Берем тоже прозрачный магазинчик. Все. Никаких типичных щелчков громких, которые задвинили, слышно. Все вошло, ничего. Как-то физически большая разница. Кстати, тоже фальшпатроны. Ну и еще раз. Стандартная арка, как и М-16, из которого все вышло. Военные имеются в виду. Арка, и Р-15, никогда не была в военном оружии. Нигде и никогда. По одной простой причине. Это гражданский карабин без автоматического режима. А вот М-16 или М-4, который сейчас распространяет, это уже более-менее военное оружие. Так, мне почему-то все равно кажется, что камера под углом. А вам так не кажется? Надо будет разобраться, что здесь происходит со штативом. Ладно. Так что вот подумал. Он даже сходил на чат GPT, попросил ему сделать сравнение между Аркой и Калашом. И он, вот этот искусственный интеллект выдал мне 9 пунктов. 10 пунктов точнее. Я хочу просто пройтись, потому что по каждому из этих пунктов я хочу снять отдельное видео в этом цепле. Но всегда интересно услышать мнение других людей. Желание, мнение. Первое. История и происхождение. Автомат Калашникова в сороковые годы СССР. Ну, если серьезно говорить, это 30-е. Он был принят на вооружение в 40-х. Хотя, еще раз, все зависит от того, кто как считает. То есть мы все знаем понятие 47-го года, но первый Калаш появился вообще-то в 46-м. Просто эту версию не приняли на вооружение. И вообще он не прошел даже конкурс. То есть послали на переделку, дали Калашникову группу инженеров и конструкторов помощь. Это абсолютно известный факт. Но в любом случае это 40-е годы. И AR-15. Для тех, кто не знает AR-15, вообще это не Assault Rifle, это Armolight Rifle. Фирма, где работал Евгений Сонер. Еще раз. И так как это пойдет на YouTube, потом, как запись, это фальш-патроны. Здесь нет капсулы, нету пороха. Евгений Сонер придумал тоже поршневую систему. Несмотря на то, что здесь газовая трубка, стандартная AR-ка, это поршневая система. Здесь поршень в затворе. Просто поршень не внешний, как у Калаша, а внутренний. Это и то, и другое поршневая система, для тех, кто не знает. То есть в этом общее определенное есть. Но это более новая система и реально появилась в использовании как М-16 во Вьетнаме для замены М-14 в 60-е годы. В 60-е и 70-е годы это появление М-16, М-16-1 и так далее. И тоже первый блин был комом, но уже интересно здесь, комом после принятия на вооружение. Кстати, вот эта вот история... Так, я камеру поправлю еще раз, потому что такое ощущение, что она у меня куда-то не туда смотрит. И приняли на вооружение под определенный патрон. То есть взяли патрон изначально 223-го калибра, поменяли некоторые вещи в нем и сделали военные калибры 5,56 на 45. Военный патрон. Того же калибра, но уже разные пули, разные гильды, разный порох и так далее. И поставили вот это оружие на вооружение вооруженной силы США, рассчитывая, что будет очень определенный патрон с определенным порохом. А ферма, которая должна была делать этот патрон, не смогла выполнить заказ. В результате передали контракт частично другим компаниям. Я смотрю на себя, надо смотреть в камеру. Наверное, надо учиться тоже здесь. И получилось, что выпустили патроны с другим порохом, гораздо более грязным. Изначально считали, что чистить не надо, потому что тот вариант, который должен был идти в армию патронов, не оружие, был очень чистым. А пошло в армию другое. Очень грязно. И в результате начались вот те самые знаменитые проблемы, что оружие начало загрязняться, нагар, и переставало работать, если не чистить. Так-то вообще арка с хорошими патронами исключительно надежная вещь. Практически настолько же надежная, как и калаш. В некоторых ситуациях лучше, в некоторых ситуациях хуже. И калаш. Тоже есть ситуации, где калаш работает хуже, чем в АР-15. Есть только одна ситуация, где гарантированно калаш будет работать лучше, под водой. Потому что газоотводная система в арке не предназначена для работы под водой, для стрельбы под водой, потому что газ может попасть в газовую трубку. У калаша такой проблемы нет. Ну вот калаш сделан именно по принципу это уже другая тема, материалов, которые доступны на тот момент в СССР. То есть это сталь и дерево. У меня деревянного калаша нет, а у меня все более новое. Но еще раз, вообще по материалам калаш гораздо дороже арки. Потому что сталь просто на тот момент, да и вообще в принципе часто, дороже, чем алюминий. В зависимости, конечно, от производства. Может быть, что в каких-то странах алюминий может быть дороже. Но вообще калаш, очень хорошие материалы. военные имеются в виду. И они не дешевые ни в какой степени. Самостоимость, себестоимость. Что такое самостоимость, я не знаю. Себестоимость, а та, особенно не первой, который был фрезерованный, про него можно забыть, бешеная дорогая вещь. А вот даже штампованного из-за материалов намного выше, как ни странно, чем то же самое М-16. Но еще раз, все сильно зависит от того, где. То есть это, конечно, более современные вещи. У меня есть арки, которые напоминают что-то времен Вьетнама. То есть там полимеры, меньше алюминия, и алюминиевая только стольная коробка. Все остальное какой-то пластик, ну и ствол, само собой, стальной. И я смотрел, кстати, вот это тоже тема, которую я хочу более-менее рассмотреть. И все еще пытаюсь представить, в каких единицах надо будет себестоимость измерять. Я изначально думал про молоко, на молоко, еще раз, как мне объяснили, может быть с дотациями, может быть еще как-то, может быть вообще разный тип молока. То есть может не подойдет. Золото тоже имеет свои как бы стоимости, но золото есть как бы международная стоимость. С другой стороны, в эссерд золота нельзя было людям иметь. Просто так покупать. Только как, насколько я понимаю, ювелирные изделия. То есть это совершенно это уже не стоимость золота, это стоимость ювелирки. В чем измерять, понятия не имею. Потому что я нашел несколько сравнений, сколько стоил автомат Калашникова Союзу, причем на государственном заводе, если делали на госзаводе. Даже все заводы были государственные. с другой стороны, что все М-16 делались не на государственных заводах. До сих пор в США нету государственных заводов оружия. Нету государственных заводов патронов. Вообще все здесь это производится частными компаниями. На тем патронам здесь как бы сложнее немножко вопрос, потому что здесь есть частично государственный завод Лейк-Сити, который делает все военные патроны для стандартного вооружения вооруженных сил, но он не делает все патроны, которые они там пользуются. И все равно этот завод находится в управлении частной компанией, которая вот именно этот контракт выигрывает. Сейчас, по-моему, это Винчестер был, сейчас, по-моему, опять Федоров, там меняются постоянно. То есть контракт каждый несколько лет меняется. Это патронов. А в Советском Союзе, соответственно, это были государственные патронные заводы. То есть как там рассчитывать? Они там вообще честно рассчитывались вообще не деньгами, а какими-то взаимными обязанностями или внутренними вещами. Как себя стоимость оценивать? Ни малейшего понятия. Ну и что, у кого-нибудь есть какие-нибудь комментарии? Кто угодно может что-то сказать, вроде бы. Надеюсь, вы меня слышите, в принципе. Меня слышно вообще? Может быть, напишите на лифе? Да, нет. Слышно. А, ну, отлично. Просто как бы все молчат. Это по причине пятницы, по причине того, что неинтересно. Не знаю. Ну, давайте поговорим о калибрах. М4 на 39, 5,45 на 39. Все на 39. У нас даже есть 9 на 39, которого в США, кстати, попытались до санкций начать возить. и даже какое-то количество этих патронов и безли. Но оружие под него так и не появилось. Санкции, всякие проблемы, конфликты и так далее. Вы сами это знаете не хуже меня. и в принципе все. У калаша стандартного военного. Но есть куча гражданских, потому что, реально говоря, это же гражданский карабин тоже. Это чисто гражданский карабин. Несмотря на то, что кто-то там что-то может сказать. Ой, это военное оружие. Ну, как говорится, идите, сходите к психиатру, к психопатру и не уходите оттуда, пока вам не дали рубашь под длинными рукавами. Вообще, честно говоря, 5,56 на 39 не существует. Есть 5,56 на 45. Это на данный момент пока что военный калибр, который собираются опять заменить на винтовочный. 6,8 на 51. То есть промежуточный винтовочный, то есть еще раз там никому не понятно, что там творится и что из этого выйдет. Этот калибр надо сравнять с моей точки зрения с 5,45. Потому что 5,45 реально говоря появился из-за того, что вы видели во Вьетнаме. О, у этих басурманов западных или там кто-то не басурманов как-то вылетело слово из головы. В общем, у капиталистов патронов на себе носят больше. И они летят точнее и дальше. Давайте мы то же самое сделаем. Кстати, читал статью, что Калашников на эту тему очень сильно ругался, потому что ему малокалиберный патрон не нравится. Не нравился его живых нету. Но сделали 5,45 на 39, АК-74. Как раз под влиянием появления такого калибра у войск НАТО. В этом есть свои плюсы и в этом есть свои минусы. И самое интересное, что разные части войск Союза, России и так далее, Николай, Советное Вооружение, очень часто использовали И-5, И-7, И-6, и-1, 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 в зависимости от того, где это нужно. А вот у Запада альтернативного калибра промежуточного никогда не было. До, реально говоря, Афганистана. В Афганистане, когда пошли туда, там начались пожелания дойти им на что-то с такой же емкостью, на что влетело дальше, на что влезало в ту же арку. Только может быть другой затвор и ствол. И об этом будет отдельное видео. Но все равно военные калибры 5,56 с разными весами пулей. Меняли тип патроны, меняли вес пули. В отличие от того, что, по крайней мере, мне известно, 5,45 нет тяжелых пуль. Есть всякие бронебойные и тому подобное, но тяжелых на дальнюю дистанцию нет. А 5,56 есть. Самое тяжелое, которое я лично видел, это 90 грейн. То есть практически в полтора раза тяжелее, чем стандарт 62. Но наиболее распространенный среди американского спецназа, более новая конечно вещь, это Марк 262. Это 77 грейн и известные поражения на километровой дистанции из стандартного армейского карабина. С оптика, конечно. Без оптики на километр стреляют люди со снайперским СКСом. Без оптики. И они попадают и пробивают рельсу. Это из раздела что вы знаете. Это область, где очень многие хотят либо в сотку, либо из проблемы и комплексов придумывать. Много очень придумывать. Или из отсутствия образования и знакомства с оружием тоже. Потому что все-таки как мы понимаем в русскоязычной аудитории владение оружием гораздо более усложнено. по разным причинам. Законы, цены. Цены на оружие просто сумасшедшие. Нет конкурентного рынка, сравнительно маленькое количество людей на гражданском рынке и производителей нету нормальных почти. Еще раз, они есть какие-то, но у хороших производителей цены там просто не встать, не сесть. И это очень сильно ограничивает кто может пойти купить себе оружие просто пострелять. Потому что здесь это может сделать реально говоря 18-летний школьник. Ну, 18 лет это уже скорее всего студент, если он пошел не школьник, или закончивший школу. 18 лет в США это возраст при котором можно покупать длинный ствол легально. До 18 лет оружием можно владеть, но сам человек купить его не может. Отец, например, может купить ту же самую арку и подарить своему сыну. Абсолютно легально. Но вот патроны этому сыну до 18 лет не продадут. И, например, куда-то ходить пострелять до определенного возраста в разных штатах по-разному тоже, скорее всего, надо быть вместе с взрослыми. Владеть-то можно. Убольства в Америке, по крайней мере, пока это была нормальная Америка, они там, где либерасты отнимают права практически в каждом доме был какой-то вариант длинного ствола мелкашки, который был приобретен неизвестно сколько поколений назад и передается с поколениями ребенку пострелять. Не важно какого пола ребенок, мужчина, женщина, мальчик, девочка, не важно, совершенно, просто стреляют без проблем. В тир в большинстве мест можно привезти трех-четырехлетнего ребенка с родителями, безусловно. И никто на это особенно так и не посмотрит. Будут смотреть, чтобы делали безопасно, чтобы там не делали какой-то глупости, потому что глупых взрослых хватает в любой стране. Это по тому же принципу взять, привезти свою девушку полтора метра с кепкой, которая весит 40 килограмм, и дать ей револьвер 50-го калибра. Ну, это просто тупость. И опасная тупость. Но вот то, что ребенка привезти, пострелять от мелкашки в тет. Почему бы и нет? Постоянно такое когда хожу в государственные тиры иногда, сейчас там жарко, но все равно в воскресенье, кстати, пойду. Практически всегда есть родители с детьми. Может быть, не трех-четырехлетними, но пять, шесть, десять лет постоянно. То есть сложнее найти время, когда их там нету. То есть их там нету в рабочие дни. То есть школьные дни. А в обычные дни совершенно постоянно и вообще без проблем. Иногда даже строят эти вещи, о которых я подумал, вот сколько лет данному карабину. Но это все из другой области, как говорится, отвлекся. Возвращаемся к арке. Вот какую вот вещь. Отдача у нее очень маленькая. Держать ее, конечно, ребенок не сможет физически. Но со стола почему бы и нет? Очень часто берут, покупают арку и меняют затвор под мелкачку. Требуется поменять затвор, поменять магазин. И из арки 5,56 или 20,23 калибра можно стрелять патроном 22 лар. Очень часто это используют для тренировок как взрослые, так и дети тоже. Вообще есть просто изначально мелкашечные арки. Они очень популярны. Смиттен Уэссон делает такую МНП 22 называется. Очень популярная вещь. Очень недорогая. Там 300 чем-то долларов обычно стоит. И все. А что еще нужно ребенку получить удовольствие? Калашами сложнее. Особенно с православными калибрами, потому что они стали бешено дорогими у нас здесь. И мелкашечных калашей я не знаю вообще. Настоящих. То есть существуют некоторые поделки, но это из раздела издевательства. Но сейчас в последнее время в США популярен калаш калибра 5.56 223. Вот это мой болгарский. Вы его наверное видели уже не раз. Я его держу через коллекцию и из него стрелял по-моему несколько раз всего. Но вот если сравнивать калаши, то надо сравнивать оружие в том же калибре с теми же патронами. Вот если действительно делать сравнение. Опять я если не куплю новый калаш 5.56 который кстати не заряженный и спустим патрон ка здесь действительно хорошая суть. Так что все оружие здесь проверено в самом худшем случае у меня здесь патроны стоят для видео в других случаях они полностью не заряжены и пустые нигде рядом патронов нету если вдруг из ютюба возник у кого-то вопрос. Ну так вот сейчас США очень популярны стали калаши именно 5.56 не 223 а именно 5.56 потому что самый популярный патрон это 5.56 обычно бывшие военные из разных стран 223 очень часто стоят либо столько же либо дороже потому что там может быть пули для охоты и так далее кстати то же самое что годится для целобороны что и для охоты если кому интересно так я на камеру направлять не буду буду рядом с камерой вот этот вот SLR 106 болгарский классная вещь стоило в свое время 600 долларов сейчас наверное тысячи две потому что не делают больше и кстати Кирилл если смотришь у меня на столе лежит сейчас вот тот самый промаговский магазин который будем смотреть тоже вот это на тему калибров еще появились калаши в девятке у меня нет честно говоря не вижу особого смысла тяжелый стальной ствол девятимиллиметровой вот это о калибрах также есть калашеподобные у кого-то там в тяжелых калибрах 72-54 это румынская PSL которая не SVD а которая такая винтовка точного стрелка теоретически стоит бешеные деньги у нас есть SVD венгерские по 5000 долларов по 3000 то есть не для меня я ничего не зарабатываю на этом канале для тех кому интересует то есть никакого дохода с канала у меня нет у меня есть способы доната но которые насколько я понимаю не работают для русскоязычной аудитории в основном так что тоже наверное беспредел у меня есть бусти если кто-то хочет туда подписаться там один человек не подписался 3-8 например у меня есть вепрь молотовский когда их еще возили у меня вепрь в 308 в дереве чисто купил потому что было дешево и хотелось что-то такое были разные такие вещи их возили но еще раз это не стандарт с точки зрения калибров но тоже как вариант годится то есть реально говоря у меня есть калаши 5.45 5.56 7.32 39 и 308 вот то что у меня есть арки у меня есть в гораздо большем количестве калибров в том числе и 9-ти миллиметровые их здесь просто больше и они на данный момент дешевле вот это о калибрах теперь вернемся к теме которую люди очень не любят эргономика калаш до наверное АК-12 в котором мы здесь скорее всего никогда не увидим не был создан для того чтобы он был особенно эргономичным это просто была не его задача скажем так или не задача для инженеров и конструкторов это было сделано чисто по принципу давайте мы сделаем максимально надежным чтобы даже Ваня Дурак из деревни Загогулина сломал его не с первой попытки ломал его все равно калаш ломается только так особенно при желании или при непонимании человек который электричество первый раз увидел в армии такое было я не говорю про сейчас я говорю про сороковые годы не забываем что и в 70-х годах люди жили в землянках в Союзе в некоторых регионах так что не все было настолько хорошо там те кто вспоминают Союз далеко не все ими далеко не все сразу все таки такая война была такую войну прошли столько народу потеряли но еще раз поэтому калаш сделан как оружие призывника самое смешное что М-16 тоже сделан изначально как оружие призывника но по принципу сломают мы заменим деталь то есть оружие это на уровне роты имеет в тебе достаточно запасных деталей чтобы вот это ротное оружие которое было практически в каждой роте может быть даже больше чем в роте в зависимости от рода войск что за несколько минут он просто все там заменит поэтому те же самые М-16 служат до сих пор в 60-х годах какое-то количество деталей в них могло быть заменено может быть даже ствол заменен но вот ствольная коробка которая является частью оружия здесь ствольная коробка вот эта вот единственная часть оружия которая считается оружием по законам США это вот эта вот не вот там только вот эта вот часть вот эта вот что в принципе касается и калаша тоже то есть что в калаше по американским законам давайте уберем это что не мешалось является оружием только вот эта вот часть не приклад конечно а сама ствольная коробка все остальное можно купить для САФК на дом то же самое и у Р-15 все остальное можно купить заставкой на дом без проблем это не является оружием это может быть просто так называемым зипом запасными деталями и так далее совершенно никаких проблем в этом нет собрать из него оружие не получится потому что ствольная коробка нужна но это уже другое то есть по весу калаш гораздо тяжелее и он другой просто по эргономике конечно это тоже не М-16 которая появилась изначально во Вьетнаме там был длинный 20-дюймовый ствол калашников кстати короче будет в сравнении с обычной М-16 то есть калашников реально говоря он ближе к М-4 чем к М-16 с другой стороны М-16 за счет более длинного ствола пуля летит гораздо дальше гораздо гораздо больше скорости развивает чем например в М-4 у которого 14 дюймов не 20 6 дюймов умножить и для тех кто считает в нормальной метрической системе 6 дюймов это 6 умножить на 2.54 сантиметра или на 25.4 миллиметра гражданские стволы в США 16 дюймов то есть они одинаковые будут калаша и у арки кстати у калаша изначально 16,5 дюймов ствол для тех кто помнит размерности так что эргономика М-16 фиксированный приклад ничего этого конечно не было на тот момент такое начало появляться потом и совершенно другие приклады были тоже алюминиевые кстати изначально приклады были у первых кар-15 карабин и свалы были там другие ну еще раз там это все изначально менялось на военной ситуации но в реальности вот это вот можно взять вот этот карабин и что в нем поменять для тех кто не знает я его собрал это не купленный карабин это собранный карабин реально вот эта часть приехала отдельно вот эта часть приехала отдельно это все было отдельно это все было отдельно ну сравнительно я вот собрал из четырех деталей скажем так по минимуму то есть магазины как понимаете отдельно были у меня уже прицельное приспособление взял просто из ящика То есть при желании я могу собрать в субъедении законов миллион разных конфигураций и R15, используя одну ствольную коробку. Можно поменять здесь предохранители, всякие кнопки, шмотки, поменять УСМ, поменять приклады, рукоятки, буферы, длину ствола поставить хоть 24 дюйма, если захочу. С калашом это намного сложнее, а в некоторых случаях просто невозможно, потому что этих деталей просто не существует. То есть их придется искать на заказ. Еще раз, с моей перпендрением это так называемый стратегический подход. То есть если ломается калаш в армии, его меняют на другой калаш. Если ломается М-16 в армии, то меняют ту деталь, которая сломалась в этой же М-16, и через полчаса ее же отдают обратно. Может быть через 10 минут, может быть через полчаса, может через 2 часа. Вот это вес и эргономика. Ну и вес, конечно, у калаша побольше. Почему? Да потому что там сталь, а не алюминий. Сталь здесь – это затвор и ствол. Все. Иногда буфер бывает со сталью. Больше ничего. За счет этого легче. За счет этого, соответственно, чуть-чуть проще его дольфу носить. По надежности практически не влияет, потому что то, что сломает хороший оружейный, авиационный алюминий, сломает всем же успехом и оружейная сталь. Или погнет. Разницы особо в этом не будет. Или влияние на надежность. Конечно, в алюминий, сломает разные вещи, но, скажем так, там, где ломается оружие, скорее всего, стрелку это оружие не пригодится, потому что он уже в белых тапочках. Следующее. Точность и дальность стрельбы. Здесь очень много мнений. И у меня есть свое. Основанное на том, что я пользуюсь и тем, и другим, и в разных калибрах. И ярко назвать, и ярко они практически сравнимы. По точности примерно до 300-400 метров. В зависимости от качества патронов. И от качества ОВСМ. То есть нельзя брать какой-нибудь дрянной калаш и ожидать от него, что он будет точно стрелять. И то же самое говорится про арку. Нельзя взять дрянную арку, и они существуют. Безусловно. Наверное. У меня просто таких нет. И ожидать, что она будет неточной или точной. У них одинаковые требования. Примерно 2-3, может быть, 4 минуты угла. Попадание со стандартными патронами на одинаковые дистанции. Единственная разница, что, когда говорим о калаше, обычно говорят о АКМ. АК-47. АК-47 ни у кого нет. В реальности. На самом деле у всех АКМ разнообразные. АК-47, если у человека есть, у этого человека, извиняюсь, прислуги в доме 20 человек, скорее всего. Потому что это будет стоить за 100 тысяч долларов. Так называемая модель 1 АК. Модель, это АК-47 фрезерованный. И то, и другое предназначено для попадания в силуэт. И то, и другое не является особо точным оружием стандартной конфигурации без оптики. На арку оптику установить намного, намного проще. Просто потому, что здесь есть планка прекратения. Вот эта вот сверху. Хочешь, что на нее поставили? Ну вот, к примеру, у меня для другого видео. Здесь рядом стоит вот леопультик полтора на пять. Просто снял вот это, поставил вот это. Взял, поменял. Все. И у меня буквально через 10 минут уже будет стоять другая оптика. На калаш обычный немножко сложнее. Нужен кронштейн, который ставится на ласточкин хвост сбоку. Не на всех калашах это крепление вообще есть. Изначально был, по-моему, даже термин ночной АКМН, АК-74Н, АК-74МН для установки ночного прицела. Как раз вот именно эта планка появилась на ствольной коробке для восстановления прицела. Потому что обычную оптику на калаш почему-то не ставили. Может потому, что исторически в Советском Союзе в России с оптикой было исключительно плохо. Качественную оптику маленького размера не делали вообще. Что, в принципе, до сих пор происходит. Так что при желании с более тяжелыми пулями из арки можно дотянуться дальше. И закаппаса этих патронов не существует. Нету их. По крайней мере, у нас на рынке. Я вообще не слышал о тяжелых пулях, кроме дозвуковых. Для калаша не в 5.45, не в 7.62. Да, у меня есть дозвуковые. А у них нет необходимости. Еще раз. У них нет необходимости. Дело в том, что 5.45 это военный сугубо калибр. И нет необходимости в тяжелых. Потому что по штатному расписанию уже во взводе есть снайпер с полноценной полуавтоматической винтовкой СВД. Кстати, у американцев тоже есть. Только не СВД, а что-то другое. Либо М110, либо М14, если это просто... Это у вас стало... Да, только это стало появляться у вас после Иракской войны. А до Иракской войны у вас был штатный снайпер вооружен, по-моему, сначала М14. А потом он был вооружен вообще болтовой винтовкой. Не путай. Смотри, есть понятие снайпер, а есть понятие стрелок. СВДшник – это не снайпер. Это меткий стрелок. По американским понятиям. Правильно. Вот в этом все и заключается суть. Что у нас до недавнего времени в России понятия Марксмана не было. У нас это как бы совмещалось. Вот у нас есть там как бы снайпер. О, да. Его называли снайпером. Хотя он, реально говоря, был Марксман. Да, винтовочный, ну, винтовку под винтовочный патрон, если так можно сказать. Да. Так здесь то же самое было. Просто смотри, во многих, это у Марксмана, у них, откуда появилась М14? М14 было на вооружении у флота. А Марксмана здесь – это часть флота. И у них есть понятие скалт-снайпер, которые как отдельные люди. Они не являются частью подразделения. Вот у них как раз в подразделениях обычных не было так называемых вот этих Марксманов, метких стрелков. И что они делали? И, кстати, это не в Афганистане появилось. Это появилось в начале 90-х годов еще при Первой войне в Раке. И они просто у флота нахели брать вот эти М14 и ставить, выбирали те, которые получше, и ставить их в новые приклады, ложи и так далее, и ставить на них оптику. И выдавать хорошим стрелкам. То есть это появилось не в Афганистане, а летнадцать раньше. Я и говорю, что это было не в Афганистане, а в Ираке началось. То есть у вас после Сыра Ирака пошли вот эти вот марксманские вещи. А почему они появились? Потому что стало большое количество... И это только у морпехов. У армейцев это уже было. А-а. Ну, в общем, смысл... У морпехов... Посмотри, вообще была даже программа вообще армейская, называется SAS. S-A-S-S. Это как бы маленькая полуавтоматическая снайперская винтовка в 308-м. И после этого, кстати, вот DPMS здесь продавала 308-й. Они все писали. Вот это оружие, которое мы создавали под армейский конкурс снайперской винтовки. Простенькое. Потому что у серьезных снайперов действительно был болтовик. У разных. У морпехов М-40, Реминтон это так называемый. У армейцев М... Винчестер. Не Реминтон. Реминтон у армейцев М-24. А появилась система М-110. Это как раз Knights Armament. В 308-м. То, что они продавали, как SR-25 гражданский. И это как раз вот те самые... То ли снайпер, то ли меткий стрелок. То есть, в 308-й, их больше, с одной стороны, они не совсем являются частью каждого взвода. Вот этого, кстати, не было практически ни у кого, кроме России и Союза. До сравнительного недавнего времени. Здесь вообще, в принципе, у больших стран почему-то такая мода. Война окончилась, нам снайперы больше не нужны. Нам егеря больше не нужны. И вообще, какой вам спецназ? Зачем нам спецназ? Да, вся разница была в том, что ТВД, которое предполагалось, будут разные. Советский Союз предполагал воевать как минимум на своей территории. Где, извините, городов мало. Лесов, полей, рек, лугов и всего остального дофига. Соответствующие расстояния такие. А в Европе одни города, где, как бы, ну, возможно, и не нужны какие-то тяжелые калибры. Американцы, на самом деле, тоже, как бы, не сильно-то воевали в городах до 90-х годов. Да, реально говоря, кроме японцев, немцев и русских, российских, точнее, или советских, никто в городах не воевал. Вот именно. И, соответственно, когда стали воевать в городах часто, появилась необходимость именно в тяжелых пулях, чтобы дотянуться свыше 300-400 метров. Ну, грубо говоря, до 500. Ну, вот там идея очень простая. Дотянуться до пулеметчика, снайпера или минометчика. Кого-то, кто работает с дистанции. И чтобы это мог дотянуться любой стрелок, который сейчас свободен. Соответственно, ему нужно соответствующую оптику. А оптики, извините, в США, ну, дела обстоят многократно лучше. Всегда. Безусловно. Особенно у более серьезных частей. То есть, вообще, у морпехов стандартный Эйкок четырехкратный был на винтовках. Поэтому они и тест создавали на 600 метров. Стандартный стрелок, ни снайпер, ни Максим, сдает тест стрельбу с М-16 на 600 метров. Ну, насколько мне известно, в армии, в Российской Федерации, по-моему, до сих пор есть упражнение, когда ты вообще с открытых прицелов стреляешь там на 400, то ли 450 по поясной, по-моему, силуэту. То ли поясной, то ли брудной. Ну, там, да, ну, еще раз, это, учитывая, что калибры те же, это и то, и другое, это малый калибр. Просто вообще, не знаю, кто его назвал малоимпульсным, но это, не знаю. Ну, он действительно малоимпульсный относительно винтовочного, как ни крути. Относительно винтовочного, да, но, еще раз, смотря, что считать за импульс. Ладно, не буду найти. Но, в принципе, импульс отдачи. Да, с этой точки зрения, да, и то, и другое. Вообще, из моего личного опыта, я далеко никогда не стрелял. У меня самая дальняя стрельба из арки, из арки именно. Это будет смеяться 234 метра. Причем из арки с очень коротким столом. И попал то ли 8, то ли 7 из 10 в 25-сантиметровый ангонг. Ну, еще раз, был молодой. Зрение было хорошее и здоровье тоже. Но, в принципе, вот эта вот вещь вполне способна, даже с таким простым вариантом, попадать по силуэту на 300-400 метров только так. Ну, в принципе, да. Главное, поправку по вертикали взять и все. Да тут почти не надо. Прицелился в голову попал. Нет, на 400 метров она уже будет падать сильнее. Достаточно прилично. Поэтому, смотря, когда же хочешь попасть. Если ты хочешь попасть в ростовую фигуру, то можно просто, да, лупить куда-нибудь. А если ты хочешь все-таки попасть в район груди, ну, виртуально. Не, не настолько это сложно. С 5,5, кстати, это все... Вот 72 на 39 гораздо сложнее найти дистанцию. Там уже и оптика, и поправки нужны. В 79 там без оптики ты никуда не попадешь по наценке. Ну, во-первых, надо сначала увидеть мишень, что многие забывают, что, извините, в боевых условиях или вообще-то в реальности, мишень не стоит в белой или контрастной одежде, в полный рост и ждет, когда же ее прибьют. Это да. Нет, вообще, люди очень часто не задумываются. Ой, я стрелял на 400 метров. На 400 метров человек, предположим, двухметровый человек, это размер меньше, чем мускул у храбина. То есть, что там, куда стрелял, это называется, стрелял, если без оптики, то, да, вот эта оптика, на 400 метров, я пытаться, ну, в мишень, может, попаду, но куда именно в мишень, не обязательно. Увидеть эту мишень, только если повезло. Да. Ну, хоть кто раз, хоть кто раз стрелял куда-то дальше, там, 50-100 метров или даже 200 метров, наверное, элементарно, ржавый гонг, если его, скажем так, в гонг покрасили, но в него уже напихали еще и гонг тучи выстрелов металлических, он на 300 метров стоит на фоне земляного отвала, вы его глазами практически, ну, не увидите так быстро. Ну, а для чего кому-то что делается? Вообще, в принципе, изначально. Именно для того, чтобы было сложно увидеть. На короткой дистанции увидишь независимость от одежды. Да. Ну, вот такую вот вещь, просто вот, к примеру, это то, что собираюсь завтра в тир взять. Новый прицел пристрелить буду. Один на шесть, простенький прицел. А 30-я труба или 25-я? 30-я, конечно. Я не самоубийца. И новый? 30-й миллиметров. 30-й, конечно. Вот, 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 Леопольдик простенький. Вот здесь дюймовый, так называемый, 24 с половиной. 25.4, фух. Ну, по крайней своей оптике, 500-долларовый Леопольд и 100-долларовый китайцы, это немножко разные вещи. Ну, я бы сказал, что для тира, для тира, ну, разницы особо не будет. Китайцы, ну, если, конечно, совсем китайцы плохой, то, наверное, да. Не, ну, он неплохой, конечно. Плохих китайцев мне не нужно. Но я хочу просто мелко, что это другая тема будет. Совершенно я там буду снимать видео, надеюсь. Я имею в виду, что, например, вот этот вот. Сравнительно. На данный момент можно за 100 долларов купить такой прицел. и поставить его на арку или на калаш. С тем же успехом. Просто, конечно, потребуется другой. И у вас уже, даже с 7,62х39, у вас уже до 300 метров возможность попадания появилась. И в том числе при плохом освещении, потому что дает, соответственно, подсветку. Так, я хочу показать. Интересно, на камеру это возможно вообще показать? Можно, но вам придется помочь. А, все видно, все вообще отлично. У вас там... Он... Я на самый яркий вопрос поставил. И на единичку, соответственно. Для мелкашки на 25 метров этого будет... Во! Просто у меня... Я сейчас прохожу курсы. Я сейчас, конечно, на другую тему. Я сейчас решил пойти сдать на инструктора по следе официально. Отонарей. И прохожу курсы. И там требование у инструктора попасть на 25 ярдов любого калибра. И винтовка, и пистолет. Там пистолет и 15 ярдов. Но чтобы группа была во. То есть группа, чтобы не была больше дюймов. Мое зрение, 20 ярдов этого не видит просто. Это хоть и близко с одной стороны. С другой стороны просто маленькая... А время-то как? Стоя, с рук, сидя, со стола, лежа? Из четырех положений. Сидя, стоя, с колена и лежа. А причем сидя может быть... Точнее, пять положений получается. Сидя за столом – это первое. Потом стоя с рук. Потом с колена. Потом сидя с двух колен и лежа. И вот все эти группы должны туда попасть. Так что я вот решил сейчас курс этот не брать, потому что просто не попадаю. Я стоя сейчас у меня из моего плеча. Я удержать нормально ничего не могу. Поэтому буду тренироваться. И, наверное, в ближайшие два-три месяца буду подгонять оружие. Чтобы было и легкое, и достаточно точное. И это будет мелко, скорее всего, кстати. Не арт. Стоя на двадцать пять метров, в дюйм уложить группу, я так предположу, из пяти выстрелов, стоя с рук. Десяти. Все десять должны туда попасть. Все десять туда за сандалии, стоя с рук. Но не обязательно постоянно можно выстрелить, опустить. Поднять, выстрелить, опустить. Не важно, это очень непросто, мягко говоря. Это очень непросто, поэтому... Это уровень спортсмена, вообще-то. Не, это не уровень спортсмена. У меня из этих положений только с рук не получилось. И причем не получилось совсем чуть-чуть. Ну, а вы стреляете с оптики или с открытых механик? С оптики, конечно. Ну, тогда это элементарно. То есть, на двадцать пять метров вы можете пулю в пулю всаживать. Стоя не настолько все легко, как оказалось. У меня просто физические параметры. Кроме положения стоя. Кроме положения стоя. Стоя это вообще... Вот именно это у меня и проблема. То есть, у меня положение сидя вот такая группа. Да. Ну, это близко. А положение стоя у меня вот такая группа. И там у меня вообще даже за пределы кольца вот этой мишени... Ну, там другие проблемы. Мы стреляли под дождем. Мы стреляли из незнакомого мне оружия. На курсе. То есть, это не мое оружие было вообще. И я легка. Мне правосторонний болтовик неудобен. То есть, мне просто было... Стрелял с неправильного глаза, с неправильной руки. Поэтому я хочу стрелять с мелкашки полуавтоматически, где не нужно постоянно затвор дергать. Это не важно на самом деле. Просто-напросто, если вас не сможете встать в стойку правильно, у вас ничего не получится. Ну, понимаешь... А чтобы встать в стойку, нужно иметь определенные астронометрические данные. Потому что, если вы не выставитесь на костях, то сколько вы будете... Я знаю, но, скажем так, не получилось. Еще раз, знаешь, когда заливает и тебя, и прицел, и вообще все дождем, это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Да, это безусловно. Безусловно, вообще. То есть, вы просто-напросто будете протирать прицел постоянно. Иначе у вас будет все там... Ну, кстати, там прицел оказался хороший, он не настолько сильно. То есть, там и окуляр, и объектив, он немножко закрытый от дождя был. То есть, это как раз было более-менее нормально. Но оружие не мое. То есть, еще и дистанция до оптики, до приклада была не особенно удобная. Так что, вот это все, кстати, надо учитывать. И надо стрелять, желательно, из своего оружия. Хорошо пристрельного, хорошо привычного. Особенно, если требуется сдать тест. Ну, естественно. Я-то сдал, но, как говорится, вот так вот прошел. У меня была мелкашка. Это был ЧЗ, ну или СИЗИ по-английски. 4.5.7, вармин, 20-дюймовый ствол и вложа тамстол. Нет, вот 100 из него наверняка было весело стрелять. Ну, на самом деле, в принципе, нормальная винтовка. Как бы, да, стрелять было нормально. Но, в принципе, как только в России стали патроны мелкашечные стать очень дорогими. Ну, то есть, сейчас импорт дешевый, но качественный. Те же самые СК. То стрелять из него стало достаточно скучно, потому что, ну, и дорого. Понятно. Так, камеру тебе дают по кроме Робин. Мне все равно кажется, что вроде камера стоит как-то неровно. Да вроде нормально. Ладно, не важно. В общем, это мы перешли на другую тему. Народ, если есть какие-то вопросы, если, например, вам тема Акайя-Арта неинтересна, задавайте вопросы. Вот, например, Георгий постоянно говорит. Это хорошо. У всех есть возможность чего-то спросить. Или сказать. Планировал помолчать. Ну, тут раз был заход, что типа тишина, второй раз был тишина. Думаю, ну, ладно. Раз никто не хочет. И, кстати, на счет того, что надежность и надежность Арки. Арка просто-напросто более ненадежна из-за того, что она более требовательна к уходу. Вот и все. Она практически настолько надежна, как у Калаш. Она не более ненадежна. Единственное, что... И требования к уходу у нее почти такие же, как у Калаша. Разницы почти нет. Единственное, что, еще раз, Калаш выигрывает в определенных дурных условиях. Да? А, извините, мы обсуждаем же не Кир, а мы обсуждаем, как понимают, армию. Ну, то есть... Да, то есть... Абсолютно... Кстати, самое интересное, что вот если там грязюка толстая или камешки мелкие, Калаш, кстати, стреляет больше, чем арка. Потому что в него это все попасть сможет. В арку попасть, грязи... Ну, еще раз. Ну, как сюда грязь попадет? Здесь просто попасть ей сюда сложнее. Потому что даже при открытом здесь запор мешать будет. Нет, это так и есть. Но при мелких песчинках, господи, в принципе, все перестраховывались. Но учитывая, что на соревнованиях по карабину, но уже в России никто не использует САЙГУ, в Санусе Массе используют все арки. А если песчаные, скажем так, стрельбища, ну, то есть полигон, то они многие сидят на нервах стрелки. Потому что в эту трубу, и бог знает куда, при ветре в степи, набьется что угодно. То есть песок набивается вот куда угодно. Какую трубу? Которую у вас прикладят. Туда набивается чуток, потом вот куда... Сюда? Да. В начальную часть. Потом. Ну, это фигня, полбеды. Это как бы больше, скажем так, ну, эстетически. А вот туда, куда уходит у вас затвор, непосредственно сам, как вам сказать... А он туда и уходит. Ну, понятно. Он сюда и уходит. Да, ну... Вот на пистолетной рукоятке, вот там, вот наверху, вот в это пространство, туда набивается встанок. Вверху. Ну, короче, там, где у вас входит затвор, скажем так, оно достаточно же... Да, вот здесь вот, да-да-да-да-да-да-да-да. Вон там вот она болтается, там непосредственно затвор. Сама ручка как раз никаких проблем не имеет в заведении. Она отлично работает. Ну, не знаю. Честно говоря, вот об этом первый раз слышу. Еще, кстати, одна вещь. Спортивные, и хорошо яркие, они очень часто делаются хуже, чем обычные гражданские. С точки зрения надежности, потому что... Еще раз. Там обычно они не используются где-то... Они даже меньше используются в ситуациях, где обычные гражданские могут оказаться. Абсолютно верно. Все сделано на тоненького. Газблок отрегулирован ровно на сколько, насколько можно. Вот меньше, просто он вообще не перезаряжает. Патроны подогнаны. Кстати, на тему патронов. Я очень часто ругаюсь с людьми, которыми говорят, 223-556 разницы нет. 556 на 45 появился именно из-за возможностей загрязнения оружия. Что более мощный патрон, не просто пуля мощнее летела, но шло больше газа, обратно в затвор, что даже если он более грязный, все равно работал. Кстати говоря, я словил, правда, не на арке, а на калаше. У меня калаш был в 223-м. Ну, то же самое, что 556. Одинаково в России. Разницы никакой нет. Там полноценной мощности он. Я словил брак патрона. Меня оторвало донцы гильзы. У меня такое было. У меня такое было. Кстати, калаш. Это к тому, что малая комната 23-го – это минус. Кстати, я тут одному человеку обещал магазины показать. Новые. Господин... Это промаговский магазин для болгарского и вообще современного калаша 566. И это фальш-патроны. Усиленный магазин. Куча металлов всюду. Я его первый рачок вставлю в этот крабин. Ну что, проверяем? Ого! Ну, вторая не вылетела, потому что там уже больше ничего нету. Но первая улетела на другую сторону моей спальни, а это метр 10. Ну что, магазин работает. Вот это промаговские новые магазины 56. Ну, еще раз, с фальш-патронами. Конечно, надо стрелять. Мне потом этот фальш-патрон искать. Он улетел вообще неизвестно куда. заполнить. Ну, вообще-то зависит от того, как работает лент-экстрактор. А магазин проверять можно только стрельбой. Потому что у меня был магазин. Нет, ну и что на совместимость? То есть, на совместимость, например, на сколько хорошо он входит. А, ну это да. То есть, вот, например, если в стороны шатания вот этого, да, его здесь нету вообще. Вот это, кстати, гораздо лучше, чем я думал. То есть, вот у меня есть оригинал. То, что вообще, в принципе, они делают. Здесь немножко шатания в бок есть. На военном магазине и вперед-назад чуть-чуть есть. А вот тот сел очень-очень жестко. Кстати, это интересно. Ну, это у меня будет отдельное видео. Мне Кирилл попросил этот магазин приобрести. Вот я их приобрел несколько недель назад и только сейчас достал и поставил в оружие. Они, кстати, недорогие. Я же сказал, у нас сейчас соединится вопрос есть такой. у меня есть сайга, ну, гражданская. Две минуты укладывается что на 100, что на 400 метров. Насколько это нормально, вот, по вашему мнению? Это примерно в два раза лучше, чем обычно. Две минуты на оружие, которое предназначено для четырехминутной стрельбы, это очень хорошо. У меня есть знакомый, который говорит, что я очень плохо за ней ухаживаю, говорит, вообще она, говорит, должна в минуту укладываться. И все мои доводы, что 10 сантиметров на 100 метров считаются военными, это нормально, ну, не воспринимается. Вот, у нас постоянный спор такой теоретический идет. Минутное оружие, это в основном сделанное вручную под заказ. Обычного, то есть, либо это какой-то болтовик, то есть, полуавтоматы минутные. Вот, к примеру, требование для американского снайперского комплекса, полуавтоматического М110. Это даже не минуты, это те самые две минуты. Это снайперское оружие, официально принято на вооружение. Вы не путаете, Александр, две минуты для М110? Со стандартными патронами. С матчевыми, там другое уже. Ну, еще раз, это оружие, которое было просто в отделении. То есть, они могли просто у соседнего пулеметчика М240 взять его патрон, и вот с этим патроном она должна была иметь две минуты. Конечно, если у него кончились, например, снайперские. Я могу сейчас проверить. Сейчас просто возьму и проверю. Ну, на те же самые 400 метров две минуты это уже, по-моему, вы поправьте меня, по-моему, 24 сантиметра. Умножить на 4. То есть, берем 5 сантиметров и умножим на 4. 20 сантиметров. А вообще, группа военная это 30 сантиметров. И, кстати, практически никто не меряет дальше 300-400 метров. То есть, вообще, военные требования, военные требования, они, по-моему, останавливаются где-то на 300-400 метров максимум. Практически всем, кроме снайперского оружия или там каких-нибудь супер-дупер-пулеметов, у которого просто дистанция другая. Там требования по зоне гораздо больше, но дистанция уже другая. Ну, у нас драгоценные в советском реме даже пытались из 7.62 на 4.50 метров попадать. Вопрос о размер мишени какой должен быть при этом. То есть, попасть-то можно. Вопрос от мишени зависит. Так, смотрим М110. Причем, кстати, было три поколения этого оружия. И стоит на вооружении, кстати, Георгий, вот именно М110 стоит на вооружении с 2007 года. А перед этим называлось, по-моему, немножко по-другому. Да, я в курсе. М110 это очень свежее по всем меркам оружие. Которое уже, кстати, ушли. Хорошо, заменили. Заменили на какую-то следующую версию. В разных армиях. То есть, смотри, М110, потом М110А1, М110А2 и М110А3. Но вот само оружие, что именно под этой цифрой идет, уже другое могло быть. И, кстати, новые сейчас 6,5 кридмор делают. Так, распитано на дистанцию до 800 метров. А какую точность они хотели? Сейчас почитаем. А Марк-11 это морской, М110 армейский. Точность ожидается на дистанции 300 фит. Это, соответственно, наши 100 метров. с матчевым патроном 1.1 дюйм. То есть, чуть-чуть больше минуты на 100. 1.1 это ровно 1 муа. Даже меньше. Это с обычными патронами. А с матчевыми патронами точка 68. Правильно. Я поэтому и спросил, как это 2 муа? Не может такого быть? Ну, еще раз. здесь мы говорим все-таки о матчевых патронах. Ну, не матчевых, а есть патрон снайперский называется М118ЛР. Это как раз патрон для стрельбы на дальнюю дистанцию снайперский. И вот от него ожидается, что группа из-за выпаданий будет не больше 7 десяток дюйма, то есть точка 68. чуть больше минуты. Это меньше минуты. Это на 100 метров. 1,7. 1,7. Точка 70. Точка 68. 1,68 дюйма. 0,68. А, 0,68. 0,68. Тогда это просто обалденно. Ну, это еще раз. Это вот со снайперскими патронами, специально сделанными под это оружие. Не просто матчевыми патронами, а патронами, сделанными под именно эту винтовку. А если валовыми, простыми, вот такими, на 100 метров, сколько будет? Валовыми те самые 2 минуты. На 100 метров. Дальше тут просто я на Викиферии сижу, и дальше не знаю. Там рука, угловые размеры, соответственно. Смотрите, вот изначальное требование. 1,3 минуты с матчевыми патронами вот это требование к этой системе. То есть то, что у них получается лучше, это выше, требование. Требование 1,3 минуты с матчевыми патронами. Соответственно, с валовыми 2 минуты. Вообще, конечно, разница получается между валовыми и обычными очень маленькая, если честно говорить. Ну, я думаю, одно из двух. Либо очень качественные валовые патроны, либо там не 2 минуты, а реально 2,5-2,7 будет. Еще раз, вот это 2 минуты это не официальное требование, официальное только проматчевое или снайперские определенное. То есть со снайперскими патронами .6. Матчевыми, не снайперскими, а с матчевыми 1.3. То есть тоже разница почти 2 раза. А не указано хромированный ствол или там черный ствол это М110? Их несколько моделей и разные производители. Я сейчас посмотрю. Кстати, у новых версий эти требования еще и с глушителем. А у первой версии там было еще без глушителя. Сейчас посмотрю про слон. Обычно там не будет никакого хромирования. На снайперском оружии здесь хромирование не ставят вообще. Ну, вполне возможно. в том же самом в России это ставят на СВД. И даже больше наружных это не снайперское оружие. Ну, это вообще снайперская винтовка как ни крути. Но она нормальная и как раз его дает где-то в районе полутора минут. Так, что нам известно про ствол? А про ствол нам известно только длина ствола. Может быть где-то и есть. Сейчас узнаем. Подожди. сейчас смотрю. Не хромирование. там пропитка какая-то была то ли фосфат то ли нитрат или еще что-то их собственное но не хромирование. Неизвестно про новый который видимо там может быть как раз хромирование уже. Потому что это калибр который есть ствол ствол как говорится на завтрак обед должен. Ну на самом деле жрет ствол скорость в основном своей массе а 308 разгоняется где-то до 840 метров в секунду на длинном стволе 24-26 дюймов и кридмар разгоняется лишь на 30-40 метров в секунду больше. За 900 я не видел чтобы кто-то из снайперов стрелял кридмаром у него был за 900 метров в секунду. Это уже 6 миллиметров PRC и вот эти все эти перченые. Не знаю. Здесь просто вот это не одно. Ну у меня тяжело. Вот на тему о точности. То есть реально говоря еще раз в спорте высокоточникам им кучность очень часто нужна гораздо более высокая чем требуется даже в армейских снайперских стволах. По одной простой причине там стрельба может быть в совершенно дурных условиях. не просто прилег камешки убрал поселил себе что-то или вообще со стола стреляешь. Там может быть откуда угодно стрельба. Ну сейчас соревнования по снайпингу именно по снайпингу там стрельба из неудобных позиций сплошь и рядом. Там единственное что могут люди сделать чтобы при этом во время уложиться это баррикадный мешок вот они часто сейчас используют вместо сошек. Не ну это во-первых снайпинг это не высокоточник это немножко разные вещи. Там тоже требования по точности будут совершенно другие чем у высокоточников. то есть там как говорится не вот сюда попал а вот сюда попал. Скорее всего. Ну да это конечно это не в класс не бенчерест. Конечно. У меня кстати я давно показывал мелкашку свою Савыч которая как раз именно сделана либо высокоточной стрельбы мелкашкой на 50 ярдов где мишеньки полудюймовые вот размер размер мишеньки вот этот центр. То есть вот такой кружочек их там 20 штук но надо попасть вот сюда 20 раз подряд. И специальный станок для бенчереста. Никаких станков и ограничения по стоимости патронов. Представляешь? Мне ни разу даже близко не получилось сделать то что они хотят. Без спроса. Это очень сложно. Я понимаю может быть какие-нибудь высококачественные патроны это возможно. С обычными патронами где ограничение по стоимости кстати изменилось. Когда начинал была максимальная стоимость патрона 10 центов. Сейчас стал 20. Потому что за 10 центов сейчас нормальных патронов просто не купить. Даже много как. Как за 20 вы их купите? Да не за 20 центов не продаются. Не у нас продаются. Нормальный патрон 30 с лишним центов стоит. Не, не, не. Смотря какой нормальный. То есть понимаешь например от края тогда взять не могу. Или большую часть тоже. Лопова тоже. Они выше максимальной стоимости. Поэтому они пытаются знаешь уравнять то есть оружие у всех свое. Приносит свои то есть максимальная максимальный прицел 12-кратник. Максимальная стоимость патронов. Никаких сошек, станков и так далее. Вот такая здесь есть ассоциация называется American Rim Fire Association. Я кстати их мишеньки выкладывал в канале у себя на Телеграме здесь. То есть как там люди стреляют и причем еще и попадают я себе представить не могу у меня не получается. то есть сколько они там не знаю когда наверное я один раз видел как стреляют там олимпийцы правда из пневматики и у них мишень не бумажная электронная потому что только с помощью электронной этой мишени можно определить кто же все-таки ближе к центру выстрелил или сколько там этих очков набрал потому что по бумаге определить это нереально только электронная мишень. Почему на бумаге видно куда пуля прилетела и соответственно очки а вот это олимпийцы стрелять по электронной мишени настолько мне известно они еще стреляют стоя а здесь стрельба со стола все-таки здесь со стола с рук Александр я тогда ради интереса увидел как стреляет КМС по пулевой стрельбе на 100 метров и он все пули за винтовки обычной не спортивной хорошей качественной винтовки в 223 засадил практически весь магазин по-моему там на 5 патронов на 4 патрона у него было в 5 сантиметров я понял что мне делать нечего понимаете на 100 метров в 5 сантиметров стоя с рук садить стоя с рук да я когда это увидел просто понял что все товарищи собрались и ушли и это не спортивная была винтовка которая там на плече висит вы там на костях выставляетесь он там давит и тадаль и тадаль и тадаль и тадаль мой лучший результат стоя с рук в А4 70 за сандали правда на 200 метров я строго просто реально говоря ничего серьезного уже не могу просто из-за того что у меня плечи в совершенно дурном состоянии у меня вообще куча повреждений которые начинают уже сказываться к сожалению жизнь поэтому как говорится делаем то что можем старее саш привет меня нормально слышно да рад тебя видеть правда конечно непривычно в телеграме вопросик у меня к тебе есть слушаю а дело в том что я в начале 2000-х покупал калаши вот и у меня в штате он очень много свободной территории у нас свободный штат Невада и эти калаши один из них это самая ранняя версия марка Крепса АК-103К и румынский САР-2 то есть они сейчас бешеные какие-то деньги стоят и я из них уже не стрелял наверное года три но патронов у меня осталось очень много цинки короче хочу себе купить битер какой-нибудь и я вот присмотрелся к ПСА полмета State Armory то что в твоем штате вот есть ли у тебя какой-то опыт что ты можешь сказать потому что я хочу взять и 5.45 и 7.62 они не в моем штате они в Южной Каролине я во Флориде они в Каролине я думал они во Флориде не они в Южной Каролине сидят смотри если 7.62 на 39 брать то надо брать их либо 103 с хромированным стволом холодной ковки либо обычный GF-5 или GF-4 там хорошие стволы а вот 5.45 и соответственно если 5.56 смотришь там надо смотреть там честно говоря вот я до сих пор присматриваюсь 5.56 потому что из этого я стрелять не хочу он у меня коллекционный практически ну вот у меня тоже калаши коллекционные по нашей точке меры времени поэтому я хочу что-то взять себе из чего можно тренировать мне даже вот этот оказался коллекционным потому что он оригинал он наценный у меня кстати СВД еще с 2001 года я ее покупал за полтора тысячи долларов НДМ-86 на рынка и она очень уникальная потому что у нее покраска ижмашевская то есть знаешь как у НДМ у них обычно такая глянцевая супер блестящая покраска у китайских СВД а у тебя значит был чепи военный заказ который каким-то образом пошел да и дерево у меня на ней тоже российское то есть советское имею ввиду с ижмаши то есть я не знаю как она сюда залезла ну вот те цены ну либо кто-то поменял здесь уже естественно если по ней покупать 15 тысяч долларов она стоит на аукционах какой-то ужас уже больше советское дерево ну еще будет дороже если это китайское дерево под советскую вещь это будет еще дороже потому что более редкая версия будет офигенно будет поэтому я про калаши спросил что тут хочется опять ностальгия возвращается потренироваться 5.45 у них есть две вещи у них есть АК-74 просто АК-74 и у них но он редко появляется у них есть АК-104 по-моему или 105 которые теоретически короткие вот как как сотая серия 104 или 105 это что-то же два разных у них есть и кое-другое я не помню какой именно из них 5.45 сейчас один из них 104 по-моему 7.62 и 105 это соответственно 5.45 но 5.45 в коротком стволе он же летит гораздо хуже это же 5.556 патрон очень сильно зависящий от скорости пули конечно можно стрелять и коротким то есть на короткие дистанции но еще раз в зависимости от того для чего покупать то есть в 5.556 они выпустили выпустили у короток вообще 5.56 коротенький совсем и все у них это в принципе 1000-1100 долларов за хорошие модели либо купить дешевый за 600-700 это 7.62 на 39 или дешевый АК-103 но там будет не хромированный ствол не холодной ковки то есть он все равно будет стрелять но в зависимости от того сколько собираетесь стрелять и сколько вы планируете хранить это оружие у себя имеет смысл может положиться к примеру вот этот вот несмотря на то что он военный вариант это именно когда они не хромировали стволы это не хромированный ствол хотя это полноценный военный югославский калаш десантный причем ну сравнительно полноценный это уже после запрета на третью ось но отверстие под нее еще тут есть у меня кстати политех фандерфолдер при бэн еще есть тоже денег стоит это в принципе очень неплохое оружие они честно говоря народ весь это китайские калашки лучшими ну если серьезно говорить такого конечно нету никогда не было но на данный момент из того что доступно да ну и плюс патроны осталось еще у меня много цинки то есть помнишь какие цены были 20 лет тому назад на цинк 5 очень хорошо я очень хорошо помню я кстати продал несколько ящиков 7N6 в результате потому что они просто много да у меня еще и цинк снайперских остался для свд вот там сколько 400 с лишним по-моему патронов 480 не помню один единственный я его даже открывать не хочу у меня еще целый ящик 7N10 лежит и коробка каких-то бронебойных с черным наконечником офигеть ну это чисто коробка как они сюда попали хотя 7N22 возили очень мало в начале десятых годов то есть буквально там был один воз и мне вот не ящик а вот именно коробка там 20 или 30 всего сколько они сейчас стоят я даже знать не хочу да это ужас как заходишь посмотреть на магазины в эти ганброкер и прям слезы текут на цены ну и одновременно прикольно потому что это все есть в сейфе ну да ну смотри у меня у меня в сейфе две нестрельные саги лежат 545 и 732 на 39 которые купил на уровне 600 долларов штука примерно они 2-3 тысячи мой первый мой первый ствол когда я купил в 98 году в США мне исполнилось 18 лет я пошел купил сайгу она стоила 120 долларов 7.62 на 39 у нее еще знаешь такое не было с вырезами с вырезами да 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 у нее не было рукоятки у нее был просто приклад вот 120 долларов помню когда они исчезли когда они стали примерно 300 долларов стоить то есть реально говоря у нас здесь самый лучший калаш из российского импорта был вепрь он когда пришел он стоил 700-800 долларов у нас вепрь 12 стоил 600 долларов когда они исчезли все я думал ну сейчас упадет до 400 куплю ага дважды ну да а я в то время как раз еще в Аризоне жил город Феникс вот и у меня друзья в Тусоне собирали привозили из России киты вот и собирали РПК 74 РПК обычный на вепрях блин какие же у них красивые вещи получались просто и те парцкиты стоили в то время тоже копейки 200 долларов я успел себе взять АКСУ Ксюху Тульскую настоящую полностью вот и на ствальной коробке САГА 545 мне ее собрали сейчас такого уже никому даже не снится такие деньги безусловно так что тут ну еще раз все меняется может быть когда-то вернется но подозреваю я уже на пенсии к тому моменту буду ну да с этой политикой с этими войнами хрен пойми что будет в будущем даже непонятно да представляете господин как мы сейчас слушаем вас и также в России слюнями обходимся когда мы травматические пистолеты покупаем за 700 800 долларов ну если перевести вот так вот то есть резиноплюй мы покупаем за 700 800 долларов так на тему не совсем резиноплюй у меня здесь до сих пор некоторые видео снимаю у меня здесь стол с оружием стоит ну еще раз потому что я собирался снять комплект оружия то есть к арке это соответственно будет 92 берета калашу это макарыч точнее макаров макарыч и как таковых тут нет а это военные или гражданские в смысле это болгарские военные а болгарские у меня только болгарские у меня других нету я никогда макаровым до появления меня канала не интересовался потому что я знал что это такое этот вообще купил потому что мне российский магазин на тот момент было можно присылать прислал вот эту рукоятку я не знал я снял видео про израильскую и мне со мной связался тоже один из блогеров российских называется про шутер по-моему магазин и они там практически судьбой занимаются писать тебе рукоятку российского производства пришли он мне прислал а потом макаровы резко исчезли из магазинов а менять я на своем не хочу у меня новый болгарский так что я год искал поддержанный болгарский или поддержанный какой-то макаров только для того чтобы обозреть вот эту вот рукоятку вы знаете купил вот этот на аукционе за 250 долларов кайф и вот эта рукоятка дозор соответственно сделана как понимаете там и он стрелянный вот его состояние у него УСМ все то есть я не представляю сколько из него надо было стрелять чтобы довести боевую пружину до веса на уровне меньше килограмма то есть ну ладно это ладно у меня кстати на столе тут еще и наган лежит если кто хочет увидеть наган оглушитель не хочешь на него сделать я не хочу оглушитель хочу сделать себе на нормальное оружие если полностью разведенный то прокрутить его довольно-таки сложно ну наган вообще честно говоря интересное оружие вот это надвижение при выстреле то есть вот барабан идет вперед и за счет этого как раз здесь спуск о котором в вежливом общем-то лучше вообще не говорить слушай а патроны на него вообще дорогие сейчас так как я их в магазине уже давным-давно не видел а ну как сказать я недавно купил потому что в оружейном магазине у нас оказалось они лежали несколько лет никому не нужно я купил сравнительно недорого раза в два дешевле чем на интернете на интернете они стоимость 308 то же самое патроны для ТТ никому не нужны эти калибры и оружия под них практически нет но это больше как для коллекционеров да получается да у меня я говорю у меня этот на гандле ждал несколько лет патроны появились буквально месяц назад и все равно стрелять не собираюсь но зато они и будут то есть вот если стрелять из револьвера у меня вот этот поедет те я знаю люди придираются ой нельзя так делать можно но немножко но этот не самовзводный конечно но зато конечно спуск здесь так не получится вот так получится это ругер blackhawk кстати у него два барабана один 357 один девятый 9 мм для тех кто не знает 357-38 это 9 мм то есть то же самое ствол можно 9 на 19 и 9 на 18 стрелять если есть желание просто магазин не магазин барабан должен быть другой ну и конечно учитывая что я собираюсь все-таки снять видео пистолет револьвер это мой главный револьвер там пацаны наверное как все оружие которое у меня сейчас на столе лежит а у меня тут далеко не единица лежит вот здесь реально говоря на спуск можно чуть ли не дышать то есть я вообще не почувствовал касание честно вам скажу но для самообороны вот эта вещь может быть опасна одна вот из вещей которую я хочу еще раз рассказать есть понятие оружия для разных целей и как раз именно по спуску является один из факторов то есть вот как пример вот этот револьвер если вы хотите его использовать для самообороны то ни в коем случае нельзя стрелять из взведенного если вы к этому не привыкли и вы не привыкли всегда контролировать где лежит ваш палец потому что в отличие от пистолета у которого можно держать сейчас пример был держать палец на спуске и случайно его не нажать здесь это конечно было специально сделано здесь вот это стой стрелять будут бум поэтому с одной стороны это будет исключительно точный выстрел с другой стороны это может быть очень дорогой выстрел в результате так что а то что я нашел выведок сызной наверное то что у меня ездит в Кир для кто интересуется я не любитель глоков кроме одного глока у меня наверное приближается к 30 тысячам настрел из него небольшой настрел для глока для меня нормально 34 ну и конечно один из моих любимцев через это сравнение с тем здесь патроны если кому интересно потому что для видео вот из этого пистолета у меня несколько раз получалось делать дырку в дырку там два или три в лучшем случае из большого пистолета у меня и так не получается просто хорошо ложится в руку так что вот так давайте теперь просто если вопросы темы какие-нибудь обсуждения извините чего пообсудим давайте я хотел спросить по поводу того револьвера с МТВ самозвод тоже такой вменяемый или не совсем вменяемый да именно самозвод ну я знаю что у вас рука слишком сильная чтобы понять напрягаетесь вы или нет хорошо спасибо сейчас попробую вообще не держа руку ну понятно короче говоря там спюс и самозвод полноценный это перформанс центр причем из времени когда Смитен Вассен был гораздо серьезнее чем сейчас это модель 66-6 это в лучшем случае 80-е годы ого он сейчас выглядит довольно-таки чистеньким я на него потратил довольно-таки много времени чтобы его почистить я его купил подержанным я его серьезно чистил и даже подержанный он был бешеных деньги особенно для меня когда когда я его покупал скажем так это хорошо далеко за тысячу долларов да они начинаются револьверы по-моему с чем-то 800 долларов перформанс центр начинается где-то с полторы тысяч ну да с перформанс он еще дороже там идет но просто дорогие просто не попадал но еще раз вот этот вот ругер это ругерский он не самозводный совершенно новый мы купил длинный столом из него кстати на него можно даже оптику поставить вот это все снимается и ставится сюда оптика вот это можно поменять не хочу просто у него спуск так почти почти сравнимый но у него совершенно другой хват требуется потому что это же делал на основе кольтерского сингл акшен арми который миротворец и у него геометрия одна из причин почему я взял потому что если там можно вот так держать здесь там держать невозможно здесь нужно держать по-другому потому что иначе просто рука не достанет даже чего-то там делать потому что если я буду здесь держать то и вот мой палец вот он нет нет они вот так вот держатся прямая рука с повернутой кистью в отличие от того револьвера ну про наган вы все вообще не говорите там понятие охвата у него из раздела вы коня сегодня кормили нет почему так я на нем из нагана тренировался это все на что он гордится вы вообще помните как наган принимали на вооружение чтобы пробить голову коня 30 шагов требование принятия нагана на вооружение и этого патрона я потом на эту тему даже видео делал заходят как говорится призраки с наганами в руках по местам бывших битв Первой мировой войны и ищут голову коня прострелить который не попался а там всякие броневики танки кони там где вот такие видосы надо на ютуб снимать я делал у меня на тему как раз оно лежит просто понимаешь скажем так советское оружие оно для многих людей которые вообще с оружием очень мало общаются является тотемом то есть оно самое лучшее оно самое 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 и вообще как ты смеешь шутить о советском оружии ну давай запишем у нас тут мустанги бегают дикие я тебя подгоню одного за одно проверим 30 метров кстати вот вопрос я хотел задать Саш у вас во Флориде я так понял в основном развиты тиры свободной территории вот у нас очень много БЛМ вообще нет вот БЛМ да не тот БЛМ который другие думают нет у нас на этих территориях практически нельзя стрелять там где вот эти парки у нас это называется Wildlife Management Zones то есть середине можно но практически нет у нас выезжаешь там 5 минут и горы открытые территории и стреляешь сколько хочешь то есть тиров у нас как раз не так много нет здесь этого практически нет но практически в каждой области есть несколько государственных тиров то есть они именно поддерживаются местными властями вот это классно но это как раз именно те места куда очень часто едут люди которые не умеют обращаться с оружием к сожалению они думают что умеют то есть шанс направить в Свол случайно там гораздо выше чем нормально у меня было тут до конца 23-го года был как бы частный клуб куда можно приезжать в свое время то есть платный конечно но его закрыли потому что хозяин земли который клуб арендовал землю это хочет продать так что с тех я езжу гораздо меньше и гораздо хуже потому что там была дистанция до 2 миль а здесь максимум 100 ярдов и там всех проверяли а здесь никого не проверяют кстати на другую тему мне задавали вопрос про предохранительный взвод на ТТ и 1911 а я решил посмотреть на разных пистолетах где может быть или не может быть полувзвод наберите 92 А1 есть полувзвод смотрите но все что дает это вот этот вот вход дополнительный это все равно не предохранитель предохранитель есть свой вот он нормальный а 1911 тоже оказались разнообразными половина у моих 1911 имеет предохранительный полувзвод у половины нету у половины с него с тем же успехом можно нажать на спуск так что будет отдельное видео одна из причин почему у меня здесь оружие левит потому что собираюсь снимать здесь часть твоих и честно говоря просто лень стала снимать на столе там меня не видно а здесь хоть и на компьютер но хоть что-то более-менее работает плюс я купил новые камеры которые вы сейчас видите это камера которая теоретически может снимать в более высоком разрешении 2К просто компьютер меня пока это не держит как говорится сапожный без сапог так что вот так в принципе все мы с вами уже можно вопрос еще конечно если произошел mail function и затвор ударил по патрону из-за чего пуля например наполовину зашла в гильзу можно такой патрон отстрелять или лучше выбросить лучше выбросить потому что там получится скорее всего разорвет гильзу скорее всего при попытке его использовать если чуть-чуть например вот так ранее говорю оружие заряженное поэтому я сейчас буду магазин вынимать магазинов здесь не было нигде под рукой то есть оружие носится с патронов патроники патроны которые в патронике у него пудо будет чуть-чуть буквально там миллиметр может быть чуть-чуть вдавлено при смене магазинов я беру этот патрон и откладываю его просто пострелять в Сирию носить я с ним уже не буду но если пуля ушла глубоко то при выстреле это давление будет создаваться вполне возможно гораздо больше чем рассчитана гильза или даже патроник то есть это просто с определенной точки зрения может быть более опасно чем нужно поэтому я бы такие патроны того разобрал бы может быть сначала то есть вынул пулю высыпал порох и потом выпустил чтобы случайно не оказалось в ящике для среба получается такие строгие патроники что прям пуля в нарезы утыкается зависит очень сильно от патрона и от затвора еще раз до такой степени никогда не видел на пистолете видел такое на двеноствор где гораздо более тяжелый затвор и может патрон не вошел полностью в патроник то есть чуть-чуть уткнулся при зарядке и это могло вдобить пулю у пистолетов до такой степени ни разу не видел хотя как понимаете немного пострелял в свое время скажем так ну даже кстати говоря если у патрон ну пуля чуть въехала именно чуть то ничего не будет если настолько строгий патронник пуля вернее гильза тут скорее не патроник а гильза я больше боюсь потому что она упрется ну она же у вас ну вообще-то разрывает в основном есть остальные гильзы у вас же в штатах гильзы латунные более пластичные они все равно рвутся только так но они могут оторваться когда вы выдергиваете его скажем так оттуда из патроника то есть уже гильза в основном рвутся при стрельбе не при выдергивании если проблема с гильзой то чаще эта проблема будет именно при выстреле не при чем то есть порвать кромку да возьмем возьмем вот этот патрон он все-таки сделан из настоящего поэтому можно ему при все примеры то есть вот эту часть фокус 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 ага то есть вот эту часть может порвет да при выбрасывании но если гильза чуть-чуть уткнулась при подаче из магазина или пуля то эту пулю затвор может действительно вогнать в патрон да скорее всего выстрел произойдет нормально скорее всего у длинноствола но в зависимости от того насколько глубоко вот это я видел когда пули именно у длинноствола уходили глубже у пистолетов нет там сравнительно слабый затвор сравнительно у меня пальцепатроны уходили в калаше у меня у пальцепатрона пуля уходила хотя здесь резина сзади знаете узнаете магазинчик так вот на эту тему еще одна тема видео будет насколько быстро снизить револьвер или пистолет перезарядить вот так вот еще какие-нибудь вопросы идеи есть желание что-нибудь обсудить например я сейчас столкнулся с новыми вещами оптика для мелкашки оказалось не всегда стандартная оптика подходит для дистанции когда на более короткую дистанцию то есть к примеру я хотел поставить загонник 1.8 а у него параллак 100 ярдов на 25 ярдов на 8-кратном вообще все размыток на мелкашке почему у меня 1.6 едет вместо 1.8 то есть на этом все нормально еще конечно оптика бывает разная это уже конечно безусловно на мелкашку можешь ставить хоть в принципе вообще постоянник ну да безусловно там можно ставить очень там мощную оптику именно для стрельбы по какой-то мелкой цели да нет просто я у меня огромное количество оптики у меня больше 100 оптических прицелов дома потому что всегда меня это интересовало и очень часто покупал абсолютно ненужные вещи что я подозреваю многим из нас знакомо как понятие ну и сейчас просто из мелкашки я обычно стрелял с коллиматорами а сейчас требуется вот там точное попадание на определенные дистанции на которые я в принципе почти не стреляю так что век живи век учись ну из-за того что финансовое положение у меня не такое как хотелось бы поэтому на мелкашке у меня стоял постоянник 12-кратный но с этой сеткой под мелкашку ну как под мелкашку там просто было 14 этих миллиардиян по высоте такая елка сошла вот из него я стрелял на 300 метров я вам скажу это не тривиальная вещь на 300 метров попасть при ветерке вы сразу поймете что такое ветровое слое кстати для тех кто не знает из мелкашки где на слоне можно стрелять до 400 метров реальности конечно нужно кстати высокоскоростные пули там будут здесь хуже чем стандартные и медленные ну я вам скажу я стрелял сверхзвуковыми пулями это был СК Rifle Match как сейчас помню и они падали по-моему на 14 при пристрелке на 50 в 0 они по-моему если память не изменяет на 300 метрах падает уже на 14 на 15 миллиардиян если мне память конечно не измеряет на 14 на 400 метров ну блин можно конечно стрелять если еще и барабаны накручивать ну это будет уже такая минометная дисциплина ну да я имел ввиду что вот есть очень высокоскоростные они хорошие где-то максимум метров 100 из моего личного опыта может быть неправ конечно но еще раз у разных разное оружие разные ситуации тоже возможно а вот у меня есть CCI Standard который мне сейчас закупился просто нереальное количество потому что тренироваться надо и они летят очень хорошо на несколько сот метров хотя скорость у них как минимум полтора раза ниже чем у высокоскоростных то есть у меня есть патроны со скоростью сейчас не хочу вставать и их искать это CCI Stingham называется жало там 1700 футов в секунду скорость пули у стандартной 1070 то есть разница в 600 футов в секунду то есть разница скорости 500 метров в секунду какая это скорость я сейчас скажу я честно говоря в голове считать не хочу так что я сейчас просто посчитаю на компьютере 520 метров в секунду там те которые 1700 ну плюс минус там да это очень быстро секунду да учитывая что я печатаю удаленной клавиатурой это не всегда удобно ну выбросил меня на какую-то странную страничку сейчас посмотрим чем мне выскажется это 600 метров в секунду 595 а фут то чему фут стандартный 34 да стандартный метр ну а вы говорите 1700 футов а так а нет это переводило мне не футы а так это 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 мне в секунду перевел я поэтому и удивился что что-то в веб-сайт вроде о чем-то другом 512 метров в секунду ну да 520 там ну 512 520 и так то есть 512 и 320 вот разница между стандартной скоростью и супер дипер скоростной практически 180 метров в секунду разница и вот эти стандартные на более дальней дистанции летят лучше кстати говоря вот этот рафлмэч он заявлен был по-моему 340 метров в секунду а все охотничьи пули так не летят кучно и близко ну так вот это не высокоскоростной это так называемый стандартный высокоскоростной это за 450 метров в секунду тогда я значит взял стандартный потому что у нас стандартный в России я так понимаю что это что-то в районе 290 280 вот у меня у меня сейчас в машине лежит ящик патронов Агила который супер экстра какой-то я сейчас хочу посмотреть какой скоростью они летят сейчас я зашел на веб-сайт Агила и кстати можем даже вместе посмотреть при желании теоретически это здесь работает так Агила мне нужны патроны какие капсульного воспламенения мне нужен вот вот это супер максимум у меня лежит по-моему и летят они со скоростью еще больше 1700 то есть здесь где-то 520 метров в секунду вот если мы посмотрим на стандартные скорости кстати есть дозвуковые это нам не интересует давайте посмотрим на стандартные вот 1130 то есть это где-то 340 метров в секунду получается вот такие это не совсем то что у меня потому что у меня они тоже в меди а вот это так называемые для соревнования у них патроны тоже вот та самая стандартная скорость 1080 и вот у них вот эти вот это для охоты то есть меньше чем сумма шедшая скорость но годится для охоты на мелких животных потому что экспансивка а вот это кстати для всех кому интересно 17 HMR стандартный стандартный 17 HMR быстрее чем Super Dupro 22 вот мы как раз именно из этого калибра стреляли на курсе обучения первый раз стрелял 18 HMR скоростной кстати говоря по дичи по дичи пернат он будет гораздо эффективнее так ну во первых да во вторых он очень точный и минус его что он гораздо гораздо дороже чем но кашка обычно 22 то есть коробочка из 50 патронов это может быть до 20 долларов ну равняется до фактически он 223 хороший столько же стоит нет 223 дороже 223 стоит у нас средний 223 это 12 долларов за 20 в магазине на интернете он же будет стоить 9 долларов за те же самые 20 то есть 50 патронов надо умножить на 2,5 то есть там получается 223 223 не 5 а 6 за 50 патронов будет стоить ну берем среднее 10 долларов то есть будет стоить 25 долларов за 50 а 17 чем 17-20 то есть сравнимо сравнимо но и то и другое неприятно потому что там-то сравнительно хороший патрон 17 будет а есть самый дешевый 223 так что вот так ну что еще у кого-то какие-то желания вопросы есть или будем закругляться потому что уже ровно 2 часа ему ну я могу подкинуть тему по принципу сейчас все вот эти 6-миллиметровые калибры что в России что у вас вернее у вас сначала мне вот только один интересует момент это конечно хорошо что они далеко летят точнее дальше чем там 308 и все такое прочее да и точнее но учитывая что сейчас на поле боя практически поголовные все используют СИПС и которые все больше и больше пехотинец одевается как средневековый рыцарь в него вопрос а нафига тогда эти новые калибры если они ни тот ни другой не дают гарантированного пробития ну это СИПС дают с определенными пулями сейчас на вооружении в армии США стоит снайперка калибра 6,5 кридма и кто-то я не помню кто-то взял на вооружение 6 мм кридма тоже кто именно не помню там статья была 6,5 кридма это отличный калибр в том плане что он меньше весит работает до 1200 в отличие от 850 900 от 308 при том что он ну даже сравнимый сравнимый садач но ни тот ни другой ни в бронебойном варианте они не смогут пробить ну по-вашему четвертый класс брони не пробивает потому что пробивает энергия а у них джоули недостаточно так слушай так практически всегда именно снайперские патроны не предназначены для пробития серьезной брони они предназначены для попадания в основном либо слабо защищенные либо незащищенные окей это снайпер будем считать что снайпер будет стрелять в голову в пах еще в какие-нибудь такие моменты но пресловутая вот этот вас господи валькирия что ли или фуфурит называется новый это ваш 6.8 на 51 он предназначен для пробития всех современных классов брони до 300 или 400 метров включая 4 класс и 6 российский и 5 европейский и американский 4 и так далее потому что ну окей но дело в том что то что я везде нашел ни тот ни другой не прошибает ваш 4 класс ну и соответственно а никто не показывал армейские патроны они недоступны никому все что показывает эту гражданскую версию это тренировочный патрон с обычной оболочкой бронебойных патронов ни у кого в этом калибре нету чтобы показать просто смысл в том что БР-5 керамика российская а в таком случае китайская не знаю у людей славливала 3.3.8 не бронебойные обычные 3.3.8 там где-то метров 200-300 в них отстреливались и она не прошибала понятно там человек потом боял большой больший да там ему было очень хреново и грустно но жив да ну во-первых 6.6.8 это все-таки не снайперский патрон и 3.3.8 нормальный с бронебойным патроном и 4.3. класс спокойно пробьет тоже в 3.3.8 я верю что прошибет потому что там энергетика значительно выше чем у всех да ну смотри просто 3.3.8 это пробьет теоретически метров 600-700 а этот рассчитан на 400 и меньше ну окей хорошо посмотрим что покажет жизнь но вообще не видно что с этим калибром будет потому что ну нет информации то есть понимаешь все что доступно это гражданские версии оружия и гражданские же патроны это совершенно не то что планируете использовать у меня просто ради интереса есть ли использовать подкалиберные патроны скорее всего вряд ли кто-то будет теперь с ними экспериментировать объем гильзы ну не позволит существенно разогнать пулю которую они заявляли так или иначе и соответственно достигнуть соответствующей энергетики чтобы прошибать дело в том что ну что 4 класс что 5 это 30.06 бронебойный держит да но это ну по сравнению даже 5.56 армейский новый который М855 А1 это стандартный новый то есть чисто по сравнению развития патронов то есть на вооружении был М855 это вот тот с зеленой пулей и зеленой краской на наконечнике и сердечником из мягкой стали мягкой это не бронебойный патрон это проникающий новый патрон М855 А1 который тоже не бронебойный считается но он способен на пробитие на практически вдвое более дальние дистанции и в два раза больше дальней дистанции пробивает в два раза больше чем М855 и этот патрон появился 20 лет назад 855 А1 сейчас уже планирую делать 855 А2 о котором реально говоря никакую информацию я рассказать не могу и то же самое есть про 556 в данном случае разговор есть бронебойный патрон М по-моему 995 если память не изменяет и сейчас разрабатывается М995 А1 о котором мы кстати по-моему разговаривали один раз и я даже показывал как бы документ от ТЭСов который пробивает на более дальнюю дистанцию еще больше это как раз бронебойные патроны то есть технология развивается настолько серьезно и настолько быстро что смотреть на размер гильзы уже бесполезно потому что и пуля и гильза в обоих случаях абсолютно одинаковые с внешнего вида вес пули в обоих случаях 5-2 гривен материалы совершенно другие пропеллант то есть порох там уже не порох вообще-то совершенно другой но вот это как раз именно то что делает например вместо старого патрона в том же оружии новый патрон и кстати некоторые эти патроны уже говорят в старом оружии вот не использовать М16 нельзя вы берете либо там М16А3 либо М4 какой-то такой версии либо вы берете Хеклерский карабин а в старом оружии не надо потому что оно не рассчитано на это давление потому что новые патроны под те же самые размеры я все еще на 5-56 явно совершенно другое давление там то есть если патронник они говорят не рассчитан а патронник рассчитан на 5-56 уже то есть если этого патронника уже недостаточно то там получается как бы 5-56 но уже новый уровень давления и соответственно новая скорость которая явно требуется для поражения более защищенных целей то есть что там будет 6-8 никто об этом не говорит потому что реально говоря никто кто это знает рассказать без скажем так желания кормиться федеральной баландой не сможет ну окей если там не будет использоваться именно порох а что-то иное вместо пороха тогда возможно потому что я не знаю но вот явно даже в предыдущем поколении то есть сейчас на вооружении берем стандартный проникающий патрон 855 А1 если при том же размере гильзы при том же бесе пули пусть и другой материал пуля летит в полтора раза в полтора раза быстрее то там явно другой порох внутри или вообще не порох ну обычная пуля вообще-то 556 900 метров в секунду если в полтора раза это 1350 метров в секунду это предельно возможная теоретическая скорость с которой с помощью ну можно достигнуть с помощью порохов потому что скорость пули ограничена скоростью движения пороховых газов пуля не может лететь быстрее пороховых газов ну с обычного ствола не с конического понятно с конического можно резко давление поднять кратковременно окей но есть предел и в итоге мы имеем все равно определенную энергию которого 556 в частности этого калибра ну как бы это сказать но она не будет больше чем 3006 в бронебойном варианте там еще все-таки другие материалы тоже 3006 патрон не обновлялся не знаю сколько десятилетий а здесь уже другие технологии существует только алмаз я сомневаюсь что будут делать алмазные пули не не алмаз но всякие более серьезные сплавы я подозреваю специальные как раз именно для этого это опять же простая физика карбид вольфрама тверже не бывает практически ничего ну вот смотри я кстати открыл параметры 855 и 855 и 1 кстати я был не прав на разницу по скорости не на треть а это я сравнил бронебойный патрон с обычным это неправильное сравнение было у меня 855 а 1 при том же при том же весе пули там пули совершенно другого типа и летит он примерно на 15 процентов быстрее примерно получается может чуть больше ну вот это ближе к правде ну не в полтора раза когда вы озвучили ну елки нет полтора раза это бронебойный был я тогда про бронебойный патрон говорил а не про стандартный но сравнивал его со стандартом да даже бронебойный полтора раза быстрее чем обычный это учитывая что 900 метров у обычного а я сейчас а я сейчас просто посмотрю то есть смотри у обычного 855 а 1 скорость 3100-3200 футов в секунду сколько там максимум 1000 максимум чего ну скорость скорость там футов сколько там 3200 3200 3200 ну это в районе 960 метров в секунду ну это стандартный да ну это лучше на стандартный у обычного 3000 так а мы посмотрим м995 сколько у него тут будет только как они мелкие тексты выложили м995 вообще довольно таки старый стандарт это 1992 год то в принципе то есть ну еще раз м995 и 1 о нем вообще практически не пишут потому что современный это то что сейчас а есть ли у него параметры какие-то здесь эх не скорость не вес а смотри сколько получается скорость у обычного в районе 960 метров в секунду бронебухного у стандартного который вот 90-х годов у него было 1030 метров в секунду это от 96-го года то есть вес такой же вес легче 52 грейна ну ты а 52 грейна ну ладно ерунда да но еще раз это не предыдущее это два поколения назад даже м995а1 нигде не пишет не говоря аж про два которые вот я рассказывал ну если предполагается там неполная замена всего вооружения скажем так а скорее всего лишний раз не втыкать ну там не может там просто под то вооружение которое уже приняли то есть у морпехов уже это вооружение есть они же они его и разрабатывают этот патрон не аж просто то что вы сейчас озвучиваете находится в пределах грубо говоря обычно релоудного патрона вы можете сидя дома у себя 223-й вот эту пульку 55 грейн при желании разогнать до 1200 метров в секунду только у него стандартная скорость почти там же нет стандартная 960-990 а я говорю 1200 метров в секунду не футов секундочку подожди мы смотри я сейчас говорю те которые 52 грейн 55 грейн которые м193 они гораздо быстрее ну понятно они изначально были быстрее и они кстати пробивают броню лучше чем такой же с железкой внутри так 55 грейн у них уже то есть стандартный 55 грейновый патрон летит со скоростью 993 метров в секунду о правильно это стандартный это не бронебойный ничего подобного все верно да а 62 грейн летит со скоростью 940 948 там и так далее то есть новые патроны потому что новые еще раз 62 грейн 55 уже практически ушел они будут лететь со скоростью как будто они 55 грейн почти а бронебойные новые будут лететь со скоростью в полтора раза больше чем в полтора раза это слишком много ну смотри хорошо не в полтора на чуть-чуть больше треть больше скорости там 1340 получается 1340 да это бронебойные это не проникающие а бронебойные у него пуля вы ничего не путаете 1340 метров в секунду да вы ошиблись нет я даже бумажку это показывал ну ладно ну еще раз это бронебой это смотри патрон который стоит просто на вооружении 855 А1 он 960 метров в секунду в отличие от 855 который был 940 с чем-то метров в секунду то есть вот там этот ральд за 20-30 метров в секунду между ними называется погрешность изготовления нет там как бы требования погрешности такие не бывают но оба медленнее чем 355 грейн и все три медленнее чем бронебойные как старые которые 1000 метров в секунду с лишним так новые которые там 1200 с лишним то есть смотри между бронебойными разницей между бронебойным 96 года и бронебойным который сейчас разрабатывается то есть он еще не вышел получается разница примерно в 200 метров секунд будет да именно поэтому пишут что вот новые патроны даже вот 855 А1 не предназначен даже для старого армейского оружия а бронебойный просто вот это это и это и больше ни в чем то есть в пулемете можно в хеплер с винтовкой в котором арпей хеплер не на вооружение можно в М4 можно а М16 не надо наверное длинный ствол там проблемы создает не знаю не знаю ведь я просто гадаю потому что патрон реально не существующий хоть и описание есть это может и существующий но просто нам про него не говорят ничего ну понятно ладненько на этом наверное будем закругляться если у кого-то еще какой-нибудь вопрос есть запись этого прямого эфира я сделал как-то выложу на ютуб и в принципе все следующий прямой эфир будет где-нибудь в октябре так что скорее всего отпуск спасибо Саш не не отпуск просто уезжаю в Огайо и там соответственно негде снимать и интернет не тот надо будет просто выезжаю отец у меня там понемножку уже стареет очень сильно в последнее время так что надо пообщаться пока он еще помнит кто я так что на этом на сегодня все спасибо за внимание до следующего спасибо давайте пока всем всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...